Добрый вечер. Я представляю на Хакатоне прототип системы, прототип аппаратно-программного комплекса для помощи людям, страдающим разными нарушениями, например, зрительными или нарушением чувствительности рук. Ну вот решаемая проблема, собственно, с этим и связана. Предлагаемое решение. Предлагается строить этот аппаратно-программный комплекс на основе платформы Intel Edison. Это такая компактная, но достаточно мощная и относительно недорогая вычислительная платформа, имеющая большие вычислительные мощности и хорошие коммуникационные возможности. То есть Wi-Fi и Bluetooth. Решение предполагается функциональным. То есть можно подключить видеокамеру туда, лазерный дальномер для измерения расстояния, различные датчики. Датчики температуры, влажности, сжатия, с помощью которых мы можем контролировать как какое-то состояние человека, так и состояние жилища. Если это, например, пожилой человек или инвалид, который живет один в доме и нуждается в наблюдении со стороны других людей. Значит, в чем преимущество вот именно этой платформы Intel Edison в сравнении с более дешевыми вариантами? То, что вот она обладает достаточно вычислительной мощностью, и поэтому возможно некоторые сложные вычисления, например, распознавание изображений, распознавание лиц проводить непосредственно на этой платформе, не передавая информацию вовне для обработки. Ну и да, поскольку она обладает коммуникационными возможностями, то все данные могут передаваться вовне, в облако и далее на мобильный телефон и компьютер, и заинтересованных лиц, которые будут следить там за инвалидами и пенсионерами. Ну, это фактически повторение, что проект ориентирован на инвалидах, имеющих определенное нарушение зрения или чувствительности рук. Он будет помогать инвалидам решать задачи, решать проблемы узнавания лиц, поскольку там есть, ну, многие люди, даже не инвалиды, а люди там с заболеванием, с катарактой и так далее, они видят людей, но не узнают их, не могут увидеть. Дальше может помогать ориентироваться в пространстве, то есть, например, оценивать расстояние до каких-то предметов, вот столбов там, надо ли быть готовым к тому, чтобы столкнуться с ним, или он еще далеко. Ну, вот проект будет помогать в том числе родственникам инвалидов знать о состоянии их здоровья и состоянии их жилища, чтобы как-то иметь возможность реагировать или наоборот быть спокойным, что все сейчас нормально, пока никакой вмешательства не требуется. Ну, вот фактически во время хакатона, то есть, какие-то доработки были до хакатона, но во время хакатона был оформлен там окончательно прототип, и вот реализованный с помощью датчиков... Вот это с помощью сенсорного датчика был проверен факт касания, то есть, если человек, например, у него пальцы рук не чувствует, а он трогает что-то, он не знает, коснулся или нет, то вот если вы... Сделать ему перчатку такую, в которой будут эти датчики, то он сможет определить там факт касания, или определить температуру там того, чего он трогает, например, берет там, не знаю, стакана, он может обжечься, не почувствовав этого. Это температурный датчик есть. Ну, и вот тоже подключена видеокамера и продемонстрировано распознавание лиц вот по базе, то есть, там есть вот мониторчик тоже, ну, это в тестовом наборе датчиков. Ну, в дальнейшем прототипе, там, будет другой, там, мониторчик, может быть. Ну, и... Ну, созданы, окончательно там вот отлажены мобильные приложения, для... Которые связаны, имеют, поддерживают контакт с этой вот платой Intel Edison, системы. Ну, и тоже вот позволяет, вот, например, когда там он трогает горячие вещи, то будет информировать его там или кого-то о том, что вот какие-то проблемы там у него, возможно, случаются. Ну, социальная значимость – это сделать более удобной, безопасной, спокойной жизнь инвалидов и их датчиков. Вот, что было сделано за Хакатон, проведена доработка прототипа системы, снятие показаний с датчиков в касании температуры, передача их в облако с целью хранения истории и распространения подинтересованным лицам, родственники, близкие, врачи. Значит, возможность продавания лиц по снятым с камерой изображениям, возведена доработка мобильного приложения. Да, ну вот на что пойдут ресурсы и, как бы, на продвижение дальнейшую разработку проекта, то есть участие в следующих Хакатонах по Intel Edison, приобретение дополнительных наборах датчиков, приобретение компактных плат с целью создания более компактных и удобных прототипов. Вот просто я здесь взял картинки, что вот есть платы расширения, которые примерно по размеру, так как и базовая плата, то есть в результате вся система получается очень компактной, ее можно в некое подобие флешки, там, если в корпус ее облечь. Ну а вот это вот тоже вариант для подключения датчиков, только вот здесь датчики вот припаиваются сюда, и вот в эту флешку можно будет вставить разнообразные датчики влажности, газоанализатор, например, ну, для дома. Ну, в общем, собственно, все. Скажите, пожалуйста, если вот у меня такая проблема, я просто не понимаю, как эта штука будет выглядеть и как ею можно будет пользоваться, как мне, если у меня такая проблема, так и мои близкие. Это что? Это телефон, это, если это флешка, то как я вижу то, что вот вы говорите? Ну, и я отрагиваюсь до чего-то горячего, и что происходит с этой штукой? Ну, вот если с горячим, например, такая перчатка, например, в которой встроены датчики касания температуры, то есть, ну, и какие-то компромиссы, как к руке. Есть искусственные протезы, но речь идет о людях, у которых своя рука, просто вот они лишены чувствительности. Ну, вот через перчатку, например, тут как бы другого варианта я пока не приду. Через блютуф, да. Ну, куда вставляется? Нет, ну, это в перчатку тоже, ее можно ставить, датчик блютуфа, который будет обменять. Ну, распознавание, есть разные возможности. Есть открытые библиотеки компьютерного зрения OpenCV. И вот сейчас, пока в данном варианте, прототип реализован с помощью ресурсов Microsoft, которые расположены в облаке Microsoft Azure. То есть, производится обращение в это облако и распознается лицо. Ну, по заранее, конечно, то есть, все там под клопаком не сидят, а по заранее обученным лицам. Субтитры создавал DimaTorzok